Замолицы святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Едят нищие насытятся и восхвалят Господа, взыскающие Его живобуды, сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй их, Господи, помилуй, Господи, благослови. Замолицы, причистите Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость, и будь грешеный, создавный, Господи, помилуй меня. Бесчиславец, и грешил, Господи, прости меня, грешеный, и помилуй. Аллилуйя. Так, у нас времени свободного нет нисколько, поэтому за стол садимся, сразу решаем, какие вопросы. Вот спрашивают меня, Гнат Иисусе. Ну, не медлежа, пожалуйста, только поскорее. Ну, и скачаны все занятия из плейлиста занятий на канале Игнатия Тихоновича. Не понял даже, что? Скачаны все занятия из плейлиста занятий на канале вашем. Да. Вы не спросите его, есть ли какие ролики не вошедшие в этот плейлист? Мне уже трудно сказать. Вначале у меня опыта не было, оно ставило, и ставили другие. А сейчас я сам составлю. Плейлисты я сейчас делаю, указываю, когда уже замок снимаю, и одновременно сразу... А там было, я не знаю. Вот проповеди у меня где, на сайте, на этом, да, на сайте, не на ютубе, кажется, 1300 проповедей. Но это малая часть, может, десятина, когда стали записывать. Я же говорил, не записывал никто. А потом стали люди записывать, они сами себя не запишут в храме. Ну, то есть, ранние ролики, они никуда не относятся? Они относятся где-то там, или к деревне, или куда-то, плейлисты, куда она... Система-то все равно куда-то их прилепила. Нет, если в плейлист не положишь, он так и будет сам по себе. Ну, значит, сам по себе. Значит, не знаю я. Ответить не могу. Не знаю. Потому что у меня все, что делали, делали модераторы, там администрация ведет. Мое только мозговой центр. Я готовое даю. Ну, вот модераторы, значит, были неопытные, или как сказать, не знаю. Ну, я даже не думаю, что канал будет. А это Самир Атагеева, мусульманка. И говорит, отец Игнатий, вам надо свой канал иметь. А я что такое? Меня все время надо толкать. Ходят на занятия в университете. Я там 18 лет вековду в университете вел занятия. Четыре часа каждую неделю академических. Полных. А старобрядцы ходили. И говорят, вот то, что вы сейчас, материалы ваши, надо издать отдельно. А газетки вышли, 14 материалов там о войне, о русском языке, о табакокурении, в одобрите. Я говорю, так они вышли, так это газетки. Надо брошюркой сделать. Ни одной книги у меня не было. Я говорю, зачем дело стало? А кто мерзку бы делать? Я говорю, что это такое? Я ни слов не знаю, ничего нет. Я говорю, и все бесследно исчезает, только в сердцах слушателей. Тогда много было. Сразу крестил батюшка Дерна 26 человек. А тут посторонние, своих-то никогда нет. Игнатий Тихонович, Рахиль спрашивает у нас в нашей сообществе, в скайпе, в нашем храме до поста было объявлено, что теперь соборование будет два раза в год. Так решил патриарх Кирилл. Кто-нибудь слышал об этом? А что Игнатий Тихонович об этом скажет? Назначать два раза в году. Каждый день должно быть. Кто болен, призовет пустить урок. Так я все. Сегодня я не болен, а кто-то заболел. При чем тут Кирилл-то? Мало чего наговорил или натворил. Где это два раза? Написано, кто болен. Речь идет о болезни. И помолятся над ним, то есть придут к нему, не в церковнице, соборование. Что значит соборование? Присвятил ров. Вот у меня есть ответ. Два раза в году. И толпой идут здоровые, и крепкие. Но авансы не будут, чтобы не заболеть. Игнатий Тихонович, знаете, как я вот ходил на соборование, мне говорили, что забытые мною грехи простятся тебе. Где это написано? Мне так говорили, священники. Священники. И давай его сюда. Нету этого. Которое забытое. Таких слов даже нету. Забытые. Но нету этого. И отвечать не на что. Поэтому люди и любят так соборование, что вот забытые грехи простятся. Ой, как хорошо. Это лишь бы приходили, покупали свечки. Больше ничего нету. Церковный обманный бизнес. Никак нельзя за исповедь взять. Но подходите, обязательно свечку положите. Но это деньги. А я в церкви работаю, там, во дворе, дворником. Я гляжу, полная корзина, вот такая вот. Теперь служители берут ее за две ручки, полные опять туда. А батюшки эти деньги. Перепродают там. Я видел, допустим, два раза перепродают. А эти свечки три или четыре там. Куда их столько жечь-то? А исповедников-то много? А я, ну, не одну свечку, а больше. Она певшая. И мне, говорит, ты видел, говорит, как причащался мой брат? Я говорю, нет. О, вчера приходил он. Нет, он не причащался. Нет, говорит. Это он просто свечки ставил. Ну, а какое чудо-то свечки. Так он купил-то вот такую пачку полную. А в церковь не ходят. А почему? Удачной ночью они ограбили магазин. И он обещал, если ничего не будет, бесследно пройдет. Вот так. Но их не захватили. Вот так. А бабки-то перед ним, сектом, как ледокол прошел. Я немножко там встречался, слышал эту беду. Я вам хотел сказать. Меня спрашивают. Такие отзывы были, когда тут приехал один из Украины у нас жил человек. Вы не думайте принимать беженцев с Украины. Они вам такой Майдан устроят здесь. Вы еще их не знаете, их охлоп. А пишет в Донбассе. Ну, откуда мне знать? Я знаю, что мы проехали все государства, какие тут в Европе. Везде видели, слышали. Ну, хуже, чем на Украине не было. Дай, 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 дай. Нигде такого не было. То ли голодная они, или где. Сидит в такие фишки написано, что Россия на стекло... Зачем? У нас же номер сзади машины. Да видно, что мы российская РС. Нет, это возьми. Возьми. Если не возьмешь, дальше не поедешь. Там у него тормоз стоит. А это бумажка прилепит. А это за деньги. Вот сидит, торгует бумажками. И вот у нас были с Украиной. Нормальные как будто бы. Работают все. И перед тем, как уезжать им отсюда, под любым видом. Вдруг сразу скрываются. Начинают показывать такую деятельность церковную. Там то женщины не так кланяются. То еще что-то. То московская патриархия вся еретическая. Просто огромный процент, которые с Украины были, вот такую подлянку устраивают. В конце. И главное, они принимали здесь крещение. Замечательные отношения были. Ничего нет. Как только уезжать перед самым отъездом. Выходит, они терпели. Терпели. А теперь пошли домой. Пошли домой им показать. Вот я героем таким. А я тут работал. И дальше о себе говорить, что он тут делал. Как же так-то? Мы же были вместе. Ходили в Дом Божий. Разделяли искренние беседы. И вдруг бьет тебя пятой. Давид об этом скорбел. Нет большего горя. Как друг превращается во рога. С Украины огромный процент, которые были, вот такие люди. Я не знаю, чем объяснить. Иначе прямо даже начинают возникать с самого начала. Приехали люди с Донбасса. Мы всегда помогали им. С Донбасса, говорю, там, с Украины, с-под Киева. Мы помогали продуктами, собирали деньги. Батюшка, в Донбасс ездили, там, на Украину же. Машины везли туда. Мы никогда их не считали, что Украина это другое государство. Мы один народ, одна нация. А почему? Мне нравится, как Жириновский Владимир Вольфович говорит. Они были то под поляками, то у русских где-то все. Язык-то весь наручный. Такого языка нету. Он собранный отовсюду. Коверкает его и все. И все не га, а гэ. Это он все объясняет. Откуда они и чего. Или понабрали чего. Бритые. Оттуда приезжают. Сытые. Бритые, сытые. Все, жадность какая-то. Попы оттуда. Вот оттуда приехал здесь сейчас епископ. Оттуда священники ехали, разбили епархию. Получилась еще одна епархия. Он с первого дня нам объявил войну. Те священники, которые приезжали, давали давнюю дружбу. Он сразу пригрозил. Дайду право себе по этой потеряльку. А митрополит, который над ней приезжает. И он зовет его. Он говорит, машины нету. А митрополит говорит, я ему только что машину подарил. Он говорит. Понимаешь, что-то в народе это есть все-таки. Вот как русские, где бы они ни были, выкрепка обязательно надо. Я читал, или интернет смотрел. Кажется, немцы, собираются на курорт, один вопрос задают. А русские там будут? Да вам-то какое дело? Мы не поедем, это не отдых. Каждая баба только приезжает, чтобы два-три у нее было мужика. Ну куда это годится-то? Пьянь. Мужик ночью бойствовал там. А ночью цунами был, он не знал. Утром там встал. О, вот это да. Это мы вчера на ворочи. Тут не рассчитаешься. Видишь, дом на дом наехал. В асфальт дымом стоит. Это неужели мы вчера так это набуянили? То есть он даже вполне допускает. Как цунами пронеслось. Ну что тут еще у тебя? Вот есть такая поговорка, где хохол побывал, там еврею делать нечего. Да, в армии слышал. Без нычки не пойдет домой. Хоть одну нычку и претер на что-то заработать. То есть это соответствует реально? Реально. Это я подтверждаю, потому что, ну я в армии на должности от Сашины был. Скажу, что, может, я не обо всем народе говорю, но вот. Жириновский говорит о всем народе. У него знания огромные, у меня таких знаний нет. И у нас вот, которые здесь были, жены, которых я знаю, оттуда. Ох, и не послушали же они. Прям так и хочется сказать. Скорее столкнуть их с мужем в Чечню, хотя бы на недельку. И сразу с Сашином там сказать, так и так, помогите. И она по одной, говорится, плашки будет ходить. Что бы, говорится, на ремне ей изрезали задницу. Это я только то, что имею опыт, который был. А мы прям, не знаю как, но есть священники. Есть вот у меня Игнатов, Сергей Егорович. Он тут вообще среди русских таких не найдешь. Столько доброты, помощи. Истинное восстает за крещение. Я хотел вам сказать сейчас. Я пришел не так много сегодня вечера у меня рыбы. И захотелось пирога. И я говорю, давайте обоим рыбу, так обычно-то я не мою. Она чистая. Сказал был вы, Володя, сейчас я, я говорю, топомик понесет Надежда Васильевна. В это время ты выходишь. С чем вы начали говорить? Я вижу, что ты раздевает, как гальяна. Я тогда схватил чашку и побежал сам. Не хотите, не надо. Что вы перетолковали-то ставили? Да, реакция слабенькая. Понимаешь, я не терплю этого. Прибежал к ней, Андрей Васильевна, там искушение. Она точно так же начала. Это мне до утра не спать. Я тогда все, а уже ей вывалил. Я беру тогда ее в чашку, опять свою, она ухватилась. А я говорю, да нет, 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 нет. Что ты, да тесто когда? Кто тебе говорит, да ты сейчас замешай водой, мука, все, и тесто. Зачем дрожжевое делать-то? Тоненькую кожечку раскатаю, все. Я тогда беру, не отдаю ее назад. Она поняла, что шуток нет никаких. Нет, я лучше сам сделаю. Вот начинает воламывать, у меня времени нету, времени нету. Я, что ты делаешь-то? Лежу, провожать сразу вышло, все по-хорошему. Видно, Веня приехал там. Еще я со мной разговаривать буду. Нет, нет, я схватил и побежал сам. А кто вас так научил? Седьмой Радонежский. Кто может, повод исходит, дров нарубит? Молчание. Все, говорит, занят, один я свободный. А вот взял топор, левую дров, пошел. Мне это понятно и близко. Я пришел за делом, а не то, чтобы там выкабырить. Когда я был начальником, я и то иногда сказал, давайте ближе к делу, скажите, да или нет? Как на детекторе лжи. Да нет, да что вы, Игнатий Тихонович, да. Ну, еще вы стяните, не зря штаны-то протираете-то. Вы знаете железнодорожный район, Барнауле-то, а он в Центральном, конечно. А вы знаете, помощница, тогда был там один, сейчас другая глава, Голубокова Светлана Ивановна. Она, наверное, я не знаю как, ну метр восемьдесят пять примерно, женщина. А у нее тут секретарем, как Татьяна сидит, с ней приятно было побеседовать, Татьяна. Я пришел, машину надо просить. А я говорю, где Татьяна? Выиграла ее. Болтает сидит. Никогда, чтобы очереди не было. Мою дверь никогда не закрывайте, чтобы я видела, кто пришел. Такой целью пришел на меня. Машину надо. Какую? Долбушу длинную, там, восемь-шесть метров. Так, сразу. Так, машина нужна тут. Я сказал, машина нужна. Куда? Потеряй вку. Хорошо, молодец. Мы с тобой договоримся. Так, еще что нужно? Я говорю, масло растительное. Так, слушай. Масло растительное можешь дать? А куда? Детский лагерь. Вам сколько надо? Две фляги две. Две фляги. Разговоров нет. Молодец. Так, еще что? Холодильника у нас нету. Так, и главный директор – холодильник. У которого есть. Это надо такое? А который занимается этим разными кулинарными, фамилия Пахлебкин. Это нарушили и наследственно такое. И тот, что ты ей говоришь, я не слышал. Я сказал о холодильнике, который там, ну, ты же новый-то покупаешь. Ну, а старый-то отдай ребятишкам. Я сказал о холодильнике. Нет, что ты? Нет? Ну, придешь ко мне, я тебе расскажу тогда. Понимаешь, было столько, она, я был в краевой администрации и там сказал, вы такое знаете, переведите в краевую администрацию. Скольким людям она дорогу откроет? Она решает мгновенно. Это у Георгия Константиновича Жукова, вот такие, может быть, были помощники секретарей. А Железнодорожная, когда пошла на пенсию, она приехала ко мне. Я говорю, такую долбнюю не убьешь и одним махом в грудь не уложишь. Вот так надо работать. Она говорит, вот как вы сказали-то? Я говорю, что я сказал? Так вот, ну, она здоровая, крепкая такая-то. Ты просто так не уложишь, я говорю. Светлана Ивана Голобокова. Я что-то буду тайно из этого делать? Мне Господь позволил в жизни видеть хороших людей. Это более всего отпечаталось в моей жизни. Что самое важное? Я узнал, как много у Бога добрых людей. И второе. Почему-то они мне встретили с жизнью. И третье. Приняли деятельное участие в том, что я делаю. Вот у меня три. Самые важные события в моей жизни. Это книга есть такая, отец Арсений, когда он там в морозилке был, а коньки везде загорались, это показано, что люди борются, добрые люди. Понял? Да. Вот. Мы сегодня об этом говорили. Я вижу, как ты работаешь. Сегодня мы с тобой возили. Я думаю, замещания уже нет. Господь тебя выдирает из этой жизни безразличной. Маленько было один раз. А я что делаю сейчас? Ну и на тележке вожу. Только что ты спрашиваешь, что делать-то? Тебя-то складывают, а мы возим. И он сдрёнулся, смятый. На этот штырь напарывается ещё. Ты кого бы не увидел сразу, бросай себе на подхвате. И все будут знать. Помощь идёт. Это сидеть не будет. Руками махать не будет. А то руководитель, руками водитель. Ты должен быть деятельный. Чтобы тебя увидели, сказали, неужели ты потеряющий был? А мне, которые в другом месте люди говорят, это ваша марка везде видать, где приезжают, где прям другие. Ребятишки приезжают. За работу хватаются. Если бы моё воспитание было плохое, а я скажу, лагерей-то много в стране было, к кому прилетали из-за рубежа директор Кастинского института Ксения Дэннон? Её из Останкина проводили сюда, вдвоём они прилетели. Это очень серьёзно. А? Очень серьёзно. Очень серьёзно. И что? Она говорит, я слышала. А в конце написала, когда она статью, мне, говорит, половину не рассказали, как приехала. Кто? Жена. Это сказать. Сариса Савская. Половину не рассказали, что я тут услышала. В течение месяца наркоман, ребёнок нормально делается. Как это может быть? Ну и всё остальное. Так, всё у меня за стол. Аллю, я сейчас нашим сброшу аудио. Как ответ послушать. Рахиста, на все остальные. КОНЕЦ. Туда. КОНЕЦ.